Онкологи для амбулаторного объема, которые расположены здесь. Здесь принимают онкологи, они принимают сердечную пациенту. Здесь же проходят консериумы для отработки тактики ведения пациента и выбора метода лечения. Здесь же, в этих же кабинетах, в этих же врачи наблюдают пациентов уже после проведенного курса оперативного лечения, химиотерапии, лучевой терапии. То есть динамическое наблюдение пациентов, оно тоже осуществляется здесь же. Здесь же расположены кабинеты онкодерматологов. Мы много занимаемся. Вот Елена Николаевна, которая рассказывала Жукова, она специально прошла обучение в Израиле, и совершенно блестяще выполняет операции оперативное лечение меланомы. То есть это тоже направление клиники. И дермитоонкологи сейчас чрезвычайно востребованы. Они здесь тоже здесь же работают. В онкологический центр Софии еще входят и подразделения другие. Химиотерапевтическое отделение – это тоже как бы составная часть этого центра. Отделение лучевой терапии, где вы сейчас окажетесь, это тоже составляющая. Хотя оно как единица, это самостоятельное такое отделение клиники. Сюда же входит отделение диагностическое ПЭТКТ. ПЭТКТ, если есть необходимость компьютерной томографии, МРТ. То есть это все составные части, все вместе называется онкологический центр. То есть это не значит, что попав сюда на четвертый этаж, вы видите, здесь только одна часть – это кабинеты онкологов. Я бы все-таки хотела, чтобы нам показали хотя бы кабинеты, раз уж мы палаты не увидели. вот Геннадий Анатольевич – это руководитель пеннического отделения, третье пенническое отделение, в которое входят кабинеты онкологов. Можно я покажу? Да, давайте. Здравствуйте. Доктор Медленов, я Егип隆. Коллеги, разрешите я Вам представлю. Уже представлено мне ли это? У меня было большое. Вы находитесь в уникальном месте, это место приема пациентов, амбулаторных пациентов. Те, которые прошли обследование по ПТКТ, ОКТ и направленные из других лечебных учреждений на платный прием или на прием УМС. Если мы рассматриваем сейчас бесплатный прием в рамках УМС, то пациенты по предварительной замеси, по расписанию врачей, которое распределено равномерно в течение дня, записываются, что предварительно могут в день обращения записаться по приложению на нашем сайте. Все пациенты приходят к определенному времени за 10-15 минут и встречают администратора, медсестра, который ходит по протоколу GCI, это американский протокол, порядок идентификации пациента. То есть она выходит, представляется, спрашивает, как Ваша компания. Пациент представляет Иван Иван Иванович. Иван Иванович, пожалуйста, доктор вас ждет. Пациент вовремя заходит на прием. Есть полный спектр исследований, которые были у него на руках после ПТКТ, предъявляет врачу. Врач за время приема максимально старается сконцентрироваться на проблеме пациента, определить дальнейшую тактику, если пациент сложный, ему необходимо мультимодальное или мультиконцептуальное решение, то есть несколько специалистов. Значит, мы собираем консилиум. В состав консилиума входят врачи-химиотерапевты, врачи-хирурги, урологи, гинекологи, если проблема касается узконаправленных специализированных врачей, то есть гинекология – значит врач-гинекология. Если это касается чисто проблемы онкологической и врач-химиотерапевта, врач-химотерапевта достаточно, чтобы решение было принято адекватно, полноценно, значит решение принимается на уровне этих трех врачей. Мое присутствие не обязательно, но часто я присутствую на этих консилиумах, потому что мне как руководителю полезно знать, чем же заканчиваются проблемы. Консилиум проходит за поворотом у нас в помещениях, где проводятся консилиумы, в режиме онлайн. В режиме онлайн, если это спорный вопрос, мы можем предложить консультацию второе мнение. У нас замечательные профессора, профессор Шмоль, Ганс, да, Екатерина Гена, отчество не знаю, Ганс, да, Ганс, да, Ганс, да, Ганс, Йоханссон, это профессор в Германии, проводит консультации, да, поэтому второе мнение профессора Мещеряков, то же самое, если нужно. Если вдруг ситуации такие возникают у наших врачей-онкологов, что пациенты приходят или направляют документы из других лечебных учреждений, нужно второе мнение наших онкологов, они также проводят все исследования и через официальный портал отправляют заключение на этим пациентам. Иногда часто обращаются к нам с портала онкологов, пациенты из-за рубежа отправляют нам свои данные, наши доктора делают официальное заключение и отправляют уже на это сами. Если хотите, я вам могу показать, какие у них, почему они стали, вот здесь у доктора, давайте сюда посмотрите, если доктор принимает, у него загорается. Вот, пожалуйста, Марина Викторовна, один из наших ведущих онкологов, который осуществляет прием пациентов по ОМС. Марина Викторовна, пожалуйста, посмотрите, можете зайти, смотрите, заходите, заходите, пожалуйста. Наталья Владимировна, это второй специалист, то есть смены меняются. Один доктор работал до обеда, работал, курировал пациентов, консультировал на химиотерапии, на ПКТ, вот, и второй доктор. Сейчас пересмена, несмотря на то, я хочу сказать, что обеденный перерыв, доктора наши отрабатывают пациентов до конца, не бросают, несмотря ни на что. Потому что бывают ситуации всегда спорные, иногда пациентов отправляют пораньше, после исследования. Ну, а в расписание же, знаете, хотят попасть все сразу, вот, на рабочем месте, вот эти два рабочих места, здесь сестричка, сестра, медицинская сестра, она проводит доврачебный прием, коллеги, доврачебный прием. Что доврачебный прием будет, это сбросить все информации, антропометрические данные, аллергоанамность, какие были ранние операции, она завозит протокол свой, комната напротив, наискосочек, там все документации. А потом представляет все доктору. Конечно, подспорье о работе медицинской сестры очень существенное, потому что все было жилось тогда на плече врача. Прием ограничен 19 минут, за 19 минут нужно разобраться во всех гипостасах нашей медицинской документации и выжать адекватное заключение. Значит, электронная история болезни, уникальность электронной истории болезни в чем? Что каждый врач имеет, не каждый врач, а каждый пациент имеет право зайти, и есть возможность в него, зайти в свою электронную историю болезни и посмотреть все свои заключения. И страховые компании, когда проверяют качество оказания медицинской помощи, все эксперты страховых компаний заходят в электронную историю болезни и смотрят правильность назначения, правильное сведение, выданных рекомендаций всего струна. Прозрачность, это, мне кажется, самое лучшее, что может быть у нас, да? Так, вот Елена Николаевна, это старший актуалок. Елена Николаевна, будьте добры. Елена Николаевна, я не могу сказать. А, уже, да. Ну, она, вы ее видели. Давайте, пожалуйста, зайчик. Весь учитель Агранин принял решение, что для повышения доступности этой помощи для насобучения, чувствую, то есть, действительно уникальные вещи. И он внес этот вид, не все федеральные учреждения не могут справиться с таким, в зависимости от большого числа процентов, с большой востребованностью, а их пропускная способность недостаточно бывает. И поэтому мэр Москвы, именно в 17-м году, в таком решении, о том, что финансирование мучевых родителей для жидкости города Москвы, только для жидкости города Москвы, идет за счет правительства города Москвы, и она так ведет себя в базовой программе ОМС. И мы попали в эту программу. В этом году, в 19-м, 7 центров участвуют в этой программе, и из них 2 участвуют в церкви. А какой вы получите? Ну, это мало, да. Это та возможность, которая есть. Это ограничено тем, это ограничено качественным, да. Это должно быть соответствующее оборудование, которое действительно позволит оказать качественную помощь. И если в прошлом году, когда приходили, вы рассказывали, заснимали, здесь было одно количество пациентов, то сегодня нам пришлось вывести отделение в две смены, они работают с 8 часов утра, уже начинается лечение первого больного. То есть инженер приходит в половину восьмого, приходит раньше, чтобы включить, подготовить всю технику, и они работают до последнего пациента. То есть, сколько, до восьми? До восьми. До восьми, да, до восьми часов они работают. Если есть необходимость, приходится задерживаться. Но это уже другая история. То есть работают в две смены, и сегодня у нас на лечении 92 человека, а в конце прошлого года у нас доходило до 130 человек. Это на два ускорителя, это очень хорошая нагрузка. Ну, то есть вот она достаточно. Вы хотите, вы хотите, вы хотите меня, мы хотим к вам заглянуть в зал. Мне уже не хочется. Вот вы хотите, вы хотите. А здесь, в связи с терапевтической реабилитацией, вот то, что говорила Евгения Васильевна Мурашкина. Все, колите прямо туда и Машу провожайте всех на первой конкурсе.